Микс Ньюс Член правления общественной организации Паразельета Вария Петров у нас сегодня в студии С самого утра Доброе утро Доброе утро Интересное было принято решение временной администрации Если бы это сделала Рижская Дума Но если бы ее не распустили То конечно стрелы бы и копья метались в Рижскую Думу со всех сторон Что ай-яй-яй Как же закрыли улицу В принципе действительно а как Не мало того закрыли улицу А еще в день открытия Настолько плотно наполнили людьми Что не соблюдались никакие нормы Введенные как бы правительством А с другой стороны кто бы мог подумать Закрыли центральную улицу в хорошую погоду В выходной день и народ пришел Это ведь было удивительно Невозможно было прогнозировать Пришел и пришло немало народу Скажу что довольно Красиво эту улицу оборудовали То есть привезли там Живые насаждения Все хорошо, но вот ковид помешал Даже ковид скажем так не помешал Ковид показал что Ну перед выборами Некоторым партиям можно все Можно организовать массовые мероприятия Не контролировать скопление людей И за это не ответить Хотя в другие учреждения там рестораны Маленькие кафе Все службы Ну как сказать Ну издеваются над многими В этом плане Достаточно сурово тут нельзя не согласиться Ну кстати вот по поводу По поводу улиц Если говорить Было много разговоров О том почему именно Тербатес И в общем-то И не только задавали мы эти вопросы Но и обсуждали И было сказано Что в общем-то не потому что Тербатес такая прекрасная Единственная улица пешеходная Которая позволяет Просто потому что вот выбрали ее На ваш взгляд Для такого эксперимента Удачно именно улица Тербатес Или могла бы другая Ну а об удачности эксперимента Я думаю можно будет судить После завершения этого эксперимента В принципе удобнее По выходу с центра Была бы улица Барона Но там ездит трамвай Ну как продолжение Именно старого города Кришин Барона гораздо интересней Вышел, прямо пошел А тут надо пересекать еще Ну некоторые улицы Парки, движения Ну увидим Что скажут сами жители Мнения разделились Я сейчас общался со многими людьми На эту тему Часть жителей довольны Что им нравится Что их улица будет пешеходной Но другая часть переживает Что будет с улицы Когда люди привыкнут Что она пешеходная И ночью Там начнут собираться толпы Гулять Что тогда будет То есть так Люди днем недовольны Движением автотранспорта Под окнами А теперь ночью Многие могут быть недовольны Скоплением людей И шумом под окнами Ну я так понимаю Все таки у части жителей Тербатес Это не самая бедная улица Есть наверное автомобили А что вообще с ними Как они вообще выезжают Или им приказано Парковаться где-то За пределами этой улицы Первый день открытия Я Чтобы Найти парковочное место В этом районе Хотя бы где-то рядом Мне пришлось Четыре круга по району Совершить Это чтобы хоть одно место найти То есть Хотя в тот момент Вечером уже было бесплатно С пяти часов Наверное я с утра был Перед открытием Там как раз Место было найти Крайне тяжело И тут привычка водителей Иногда чтобы выехать На какие-то улицы Тербатес часто была Той улицей Которой можно было проехать И совершить левый поворот Побриюбос Налево не повернешь Не повернешь Да Все выезжали на Тербатес Тербатес дальше как-то разъезжались Теперь надо совершать круг Который На полкилометра Наверное Километр Больше Учитывая Что там уже и пробочки образуются То наверное тяжелее То есть в принципе надо было вообще Насколько целесообразно было закрывать эту улицу В период действительно таких ремонтных работ Выборы Выборы Надо спешить И это же часть более будет такие партии Как развитие То есть там их электорат скапливается И они для него это в принципе и делали Чтобы показать Да там по-моему агитация прямо происходила И все хорошее Что до этого сделала Дума Временно администрация выставляет Как за свои заслуги А все плохое Также сваливает уже на прошлую власть в городе Так же само сейчас ремонтируют улицу Чака Но этот проект длился долгое время И не мог быть реализован Потому что перекладывали коммуникации Быстро их не переложат Сейчас они выложат асфальт И скажут перед выбором Видите временно администрация пришла во власть И сразу буквально за пару месяцев Мы сумели отремонтировать улицу Чака Ну в принципе такая риторика и будет И уже в комментариях даже заметно Зачем нам вообще Рижская дума Когда временная власть Смотрите как справляется улицу Там Чака все годы не ремонтировали А вот теперь выезжаешь И временная администрация Вот как быстро все сделали Это действительно популярное мнение У части жителей Что вот все функционирует И зачем вообще депутаты Такие мнения тоже звучат Да, но если мы говорим о Риге То 100% можно было бы сократить Количество депутатов как минимум вдвое По факту работал в Рижской думе И видел, что не нужно такое количество депутатов Все равно решают в большинстве случаев За депутатов руководители их фракций То есть если там у какой-то фракции было 30 с чем-то депутатов То в итоге они будут нажимать на кнопку Как им покажет один человек Зачем их тогда столько Когда также важна партийная дисциплина И все должны быть как один Ну их будет 10 Либо их будет 30 Уже без разницы Но этого хватит Для того, чтобы Вполне Ну как видим Даже временная администрация Худо-бедно Досправляется все-таки Без депутатов Ну просто это вопрос Такого контроля Что если не будет людей избранных от народа Потом люди вообще распустятся Начнется там Полное беззаконие Через какое-то время Когда почувствуют чиновники Что их никто не контролирует И наступает несменяемость власти Я так понимаю Что временная администрация Хотя сначала Естественно Это все Нам преподносилось Как технические руководители Которые должны Там, не знаю Бумаги перекладывать справа налево И дождаться прихода Законно избранных представителей рижан Но Судя по тому Какую кадровую активность Ну кто-то считает Кадровую чехаду Они развернули Это уже давно Не технические чиновники Не технические чиновники Это люди Которые уже Подготавливают площадку Для новой власти В принципе У себя в голове Политики правящие Уже сформировали и коалицию Уже и поделили Сферы влияния В Рижской думе И вот временная администрация Теперь тот орган Который им это все Подготавливает Неугодных Начинают увольнять Нужные проекты Начинают Как бы уже Запускать То есть Все подготовка идет Полным ходом Как будто выборы Уже состоялись Недавно был опрос Я так понимаю Рижан Сейчас в основном Большинство опросов Из-за ковида В интернете проводится И он показал Что подавляющее Большинство рижан Во-первых Негативно воспринимают Работу временной администрации Даже может быть Не столько вдаваясь В подробности Что администрация Сделала или не сделала За короткий срок Но понимая Что все-таки Они хотят видеть Своих представителей Избранных Это один аспект А второй Подавляющее Большинство рижан Крайне негативно Отнеслось К возможной Приватизации Вот этих Муниципальных Предприятий Ну Значит ли это Что Если придут К власти Те которые Вот сейчас Ну скажем Курируют Временную администрацию Что они Действительно Будут На эти опросы Опираться Может мы видим С концертным залом Не очень-то Слушают общественное мнение Абсолютно Никто не будет Слушать Никто Общественное мнение До выбора Приватизация Вообще возможно Абсолютно Возможно И до выборов Сейчас как всегда Даются какие-то обещания Что все будет хорошо Ничего Приватизироваться Не будет Налог на недвижимость Мы тоже поднимать Ни в коем случае Не будем И вообще Это в 20-м году Да И вообще Все это происходит После выборов Мы видим Как правящие партии Забывают свои Предвыборные обещания Которые не записывают Даже в законе Прописывают Как зарплаты Врачам Например Они прошли выборы И знаменитое выражение А как я мог Не обещать Если мы посмотрим То в государстве За долгие годы Правящие партии Распродали все Что могли Что их остановит Делать это дальше Ну вот Кто-то может сказать Есть же Поборники Приватизации Но Те которые вроде бы Без лого умысла Выступают за Передачу частному капиталу Говорят о том Что это эффективно Ну и говорят Что ну вот К примеру Есть крупнейшее Действительно В Европе Муниципальное предприятие По обслуживанию домов Вот Рига с новопавлани Говорят Ну вы знаете Оно неэффективно Отдавайте Действительно Частному капиталу Во многих Самоуправлениях Вот Юрмала Не надо далеко ходить Да Вот отдадим Или продадим Да И вот будет Так сказать Порядок Меньше бюрократии Меньше административных Расходов Вот Что вы можете сказать Ну скажем Начнем с того Что все-таки В Рига с новопарвел Нексе нужны Серьезные изменения Чтобы это предприятие Могло успешно Конкурировать С частными предприятиями Работать лучше Общаясь с людьми И видя Когда люди приходили В Рижскую думу С какими проблемами Что у частной компании Вообще невозможно Добиться правды Когда муниципальное предприятие Всегда можно пожаловаться В Рижскую думу Пожаловаться мэру Пожаловаться политикам Политики Реагируют Что-то пытаются Исправить А в частной компании Просто могут Не открывать двери И говорить Идите в суд И все И без суда Не сделаешь абсолютно ничего То есть Такой вопрос Что тут Остается все На совести бизнесменов А зачастую Бизнесмены Кроме прибыли Ничего не видят Ну вот вообще Эта схема Когда одно предприятие Обслуживает Грубо говоря Там всю Ригу Оно само по себе Не утопическое Несколько Потому что Все равно Мы понимаем Что когда есть конкуренция Тогда как-то и Вы знаете Если так же посмотреть Чтобы это Ну предприятие С удовольствием бы Разделили на Хорошие дома И плохие Плохие бы оставили Городу Риги Хорошие бы продали Бизнесменам Тогда бы все были довольны Но Рига-Стамо Парламекс Когда-то создавался Как огромное предприятие Помните Раньше были участки по районам Объединили для того Чтобы вообще был Финансовый поток Потому что задолженность Жителей перед Коммунальными Всеми службами В районе 50 миллионов И когда придут частники Они захотят Все эти деньги Очень быстро вернуть А как это вернуть Это выгнать людей Из квартиры И продать эту недвижимость Ну представьте Объем И количество людей Вот Которые должны 50 миллионов примерно То есть Это немалая часть Жителей города Будут подвержены тому Что их Просто-напросто Выкинут на улицу Ну мы обсуждали уже Не раз В этой студии тоже И с представителями Рига-Стамо Парламекс Что это просто такая Вещь психологическая Что люди откладывают Всегда То есть Они могут пойти Там в магазине Что-то купить Лишнее Без чего они могли бы Обойтись Но не заплатят Коммунальное Потому что Ай Можно там Ну Можно просрочить Можно не заплатить Можно недоплатить И прочее Что это почему-то У части людей Не в первой Страх Ну может быть это у части людей Но не у большей части людей Наверное это больше у людей Которые чувствуют Что они в любой момент Потом смогут заплатить Ну сейчас там копится Копится Потом я взял и закрыл А огромное количество людей Живет на средства Когда они просто Не смогут тебе позволить Платить коммунальные платежи Если в 2022 году Поднимут кадастровую стоимость Без каких-либо послаблений Отвигло Ими разные Ничего не получится Ну тогда люди просто Не смогут платить На 150 процентов Вырастет налог на недвижимость Как всегда К зиме Где-нибудь повысится Тариф на тепло Мне нравится Как происходит Там Рига Силтум Сообщает о том Что тариф на горячую воду Там отопление снизился Но летом То есть Наступит зима Опять тариф поменяется Будет дороже Как бы красиво сообщить Что вот Ну летом Да, отопление дешевле Действительно Лето летом Да, дешевле Конечно, естественно Мы же все пользуемся Именно летом Отоплением Ну если Если лето будет Вот так же Продолжать Нас Тариф поднимутся Не волнуйтесь Возможно Надо будет И отопление Уже использовать Такое было Ну мая По крайней мере Когда уже отопление Отключили Потом выяснилось Да, что мая Это здравствуй Октябрь Или ноябрь Да Ну все времена года Немножко сдвинулись Сейчас Да 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Можете нам звонить Задавать свои вопросы Депутат Рижской Думы А также Семправление Организации Пара изолета Валерий Петров У нас в студии Да, вот как раз О паре изолете О вашем Действительно Вот этой Ну акции Я бы сказал Такой общественной Вы были Пошли раз У нас в эфире Как раз Говорили Призывая людей Тоже поучаствовать Тем, кто неравнодушен В судьбе Ну памятник освободителям К необходимости Его привести В достойный вид Как люди приходят Может быть чуть-чуть Расскажите Да, расскажу Очень-очень интересно На самом деле В этот вторник Собрались первый раз Возле памятника Пришло Чуть более 70 человек Ну округлим до 70 Многие люди приходили Да Многие люди приходили И не верили Говорят Мы пришли посмотреть Мы не верили Что на самом деле Здесь что-то будет происходить В итоге Мы даже не рассчитывали На первый раз Что будет Такого количества людей Не всем хватило инструмента Плюс Когда начали Эту территорию Отчищать Она настолько запущенная И настолько сильно Сорняки Вросли между бручатки Что Инструмент Который был там Куплен в депо И даже в Фискарс Ну не выдерживал То есть Все это пропалывать Поняли Нужно изготовить Собственный уже инструмент Методом проб и ошибок Посмотрели Что работает лучше И сейчас уже Друзья нарезают Специальные металлические заготовки Там приварят к ним арматуру Чтобы К следующему вторнику Уже было Ну порядка 100-100 единиц Специального Специального инструмента Которым можно Все это Пропалывать Чистить Очень сильно Все заросло Очень сильно Вот 70 человек Вычистили буквально Я думаю Ну каких-то Ну 100 квадратных метров Из 400 Это только Которые находятся Возле самого памятника Еще подальше территории Тоже надо приводить в порядок Ну следующую неделю Ждем Что людей уже должно быть На уровне 150-200 Плов разошелся на ура У нас рядом была Ну Рядом территория На этой территории Наша коллега Приготовил два Казана плова Люди оценили Сказали что придут еще Также получают звонки От людей И даже от Некоторых Знаменитых политиков Так скажем Которые По телефону Высказывают поддержку В том что правильно Мы уже давно говорили Что Ни Рижская дума Ни государство Ни российское посольство Никто не будет помогать Участвовать В реставрации памятника Поэтому поддерживаю Инициативу Именно по реставрации памятника Люди крайне позитивно Жертвуют уже Люди Жертвуют довольно активно В день более 100 евро пожертвований Сейчас Ну то есть Патихоньку разгоняемся А вот как это происходит Вы приходите Там убираете И не возникает вопрос Там полиция К вам не подходит Что вы тут делаете Есть ли разрешение Или вы совершенно свободны Первый субботник Мы проводили Абсолютно Как субботник Просто пригласили людей Поэтому Также плов Готовился где-то На соседней территории Никаких активностей Не происходило Возле памятника На следующей неделе Уже подали заявку О том Что будет мероприятие Также Чтобы уже плов Можно было поближе готовить И казан уже будет побольше 150 литров А не несколько казанов Маленьких То есть Все меры будут соблюдены Сегодня Иду в Агентство памятников Там мы уже обсуждаем Все моменты По тому Какие работы Надо производить В первую очередь По какой технологии То есть Будем обговаривать Такие уже чисто Технические моменты Это в этом году Может все уже Произойти Или это В этом году Нет Для чего Ну Люди еще многие Не знают Что начался Сбор средств Сейчас люди Видят Что происходит Что-то возле памятника Происходят Субботники Опубликовали информацию В группах В фейсбуке Там это Нашло Огромную поддержку Там На каждая публикация В районе Тысячи лайков Там Более 100 В некоторых местах Более 200 репостов То есть Людям Эта инициатива Интересна Но Надеемся Что потом Это перерастет В то Что люди Начнут Жертвовать Более Более Активно Ну что хочется Скать Что жертвуют Немаленькие Суммы То есть Там 10 евро 50 евро То есть В таких Размерах Люди Присылают Пожертвования То есть Все это Пока Бумаги Сейчас Конечно Сейчас Надо привести В порядок Всю документацию Все подготовить Сделать Технический Проект Распределить Планы Работ Заняться Компанией По Освещению Этого проекта Чтобы люди Жертвовали И когда будет Собрана нужная Сумма Начнем Уже Тогда Реализовать Но это По опыту Это Ну года Два Наверное Будет На то Может на Какие-то Этапы Где какая-то Часть Плитки Которая В самим В аварийном Сатане Сделаем Гораздо Быстрее Но Подобные Проекты Это Не проекты Которые Можно Реализовать За месяц За два Я хотела Тоже Сказать И напомнить Что у нас Такой проект Был Посвящен Памятнику Свободу Экс-президент Валда Затлерс Тоже Участвовал активно В этой кампании По освещению Установке Освещения Памятника Свободы Тоже Собрали Даже По-моему Не за год Тоже Какое-то Время Понадобилось Для того Памятник Цоя Мы собирали Наверное На его Реставрацию В районе Двух лет Хотя Суммы Не сопоставимы С Памятником Освободителя Но Тут И разные Абсолютно Памятники Если мы Смотрим Что на 9 мая Туда приходят Более сотни Тысяч человек Если каждый Хотя бы По евро Пожертвует То этой суммы Уже будет Достаточно На огромное Количество Работки Это только местные Латвийские Жители Или Сейчас В данный момент Можно жертвовать Только перечислением На счет Работаем На тем Чтобы появился Телефонный номер На который Можно звонить И оставлять Пожертвования Плюс Подключаем Платежи Карточками Чтобы можно было То есть Мы сейчас В периоде Развития Но Очень активно Все это Освещаем В фейсбуке По возможности В газетах 612-939 Если у вас есть Вопрос Или комментарий Напомню Нас сегодня В гостях Член правления Общественной организации Паразельета Бывшей депутатической думы Валерий Петров Вот возвращаясь Все-таки К столичным проблемам О которых Нельзя Не говорить Вот это Понятно Что Заботят Пока не меря Ну Молодые семьи Это возможность Действительно Приобретения Жилья Или арендного Потому что Многие У них доходы Такие Что они Не могут Себе позволить Обращаться Даже за Вот этим Кредитом Под госгарантией Потому что Многие думают Что это Чуть ли не подарок От государств На самом деле Банки Так же Тщательно проверяют Требуют Определенные доходы Они должны быть Весьма высоки Что для молодых Семей Человек Это абсолютно невозможно Трудовую деятельность Но откуда у него Зарплата в 2-3 тысячи евро Чтобы он мог Купить себе Там жилье И вот Поэтому остается Вот это арендное Жилье Как вы вообще Видите Как эту проблему Можно было решать Ну Элементарно Власти города Могут Брать взаймы У государства В госкассе Деньги Строить арендное жилье Которое Также будет Выплачивать Уже будет город С денег Собранный За аренду То есть Возможно Строить По подсчетам Аренда Жилья Муниципального В новостройке Со всеми коммуникациями То есть Даже Новый микрорайончик Можно сделать Не превышало бы 4 евро За квадратный метр Но это потолок Соответственно Можно и уложиться И в 3 евро А земли еще есть Под застой Земли есть Земли есть У Риги Есть и деньги Есть и земля Просто Всегда это где-то Пряталось Сейчас Оказалось Что у Пилсетбул В каждом районе Практически там зарезервированы Какие-то участки Где-то по строительству И эти участки Можно использовать Не только же По строительству Многоэтажных домов Можно использовать Как решение Проблемы парковок Во дворах Где-то можно построить Многоуровневую парковку Где-то можно построить Просто площадку Где оставлять Автомобили То есть, всё есть, вопрос только в том, куда эту землю и как хотят её использовать. Возможно, её просто хотят потом кому-то продать. У нас любят очень продавать хорошую недвижимость в центре, но оставлять те же кризисные центры для детей в ужасном состоянии. У меня сейчас коллега Алексей Росликов ездит по районам, по таким проблемным местам и показывает людям, что на самом деле у нас происходит. Дети могут жить в бараках, а Эрлическая дума может продавать отремонтированные помещения просто, по большому счёту, за копейки. По поводу застройки, как раз-таки на днях были сданы в эксплуатацию 10 магазинов «Лидл», и по поводу их застройки тоже было много разговоров, и проводился опрос, и жители некоторых районов и возмущались, и отстаивали какие-то участки земли. Сейчас, когда уже строительство закончено, и, в общем-то, все недовольства уже улеглись, что можете сказать по поводу такого большого игрока на рижском рынке в том числе? Ну, это сеть торговая, которая отличается тем, что там не очень высокие цены в магазинах. Соответственно, надо также, как мы уже говорили, любой проект будет ясен, хорош он или нет, но после только его реализации, когда пройдёт определённое время. Если говорить о том, что в процессе строительства есть жители, которые не хотят видеть, ну, в данном месте торговой центр, так будет всегда. Работая в Рижской Думе, практически ни одного проекта по строительству какого-либо магазина, строительства частного дома не находило поддержки у местных жителей, если на этот опрос сами предприниматели очень сильно не шевелились, не искали людей, которые напишут огромное количество позитивных отзывов. То есть люди вообще консервативно не хотят перемен? Ну, не просто не хотят перемен, но когда ты живёшь у себя в микрорайоне, ты привык видеть двор, в котором деревья, зелёная лужайка, и тут ты понимаешь, что напротив твоих окон появятся ещё какие-либо окна соседей. Ну, людям уже хочется такой более приятный, обширный вид природу, а тут будет застройка. Люди сразу возмущаются, нет, мы хотим, вот мы привыкли жить так, мы хотим, чтобы было так. Так, соответственно, была где-то поляна, там можно было погулять, где-то посидеть, может быть, собаку выгулить, а там вдруг магазин решили построить. Мне кажется, уже не осталось места, особенно в микрорайонах. Я вот могу про Пурцун сказать, что там уже, ты просто едешь на каждом перекрёстке Риме, с другой стороны Максима, Риме Максима, сейчас ещё Лидл где-то будет посередине. То есть, в общем-то, человеку уже машина для того, чтобы съездить в магазин, уже не нужна, потому что выйди из любого дома, у тебя будет выбор, во-первых, пойди направо, пойди налево какой-то магазин. Но это же тоже не придаёт какого-то шарма районам. Нельзя как-то ограничить количество магазинов на, не знаю, какой-то квадратный метод. У нас есть определённое законодательство, есть нормы плотности застройки, где что может находиться, и когда бизнесмены соответствуют всем этим критериям, запретить им это просто невозможно. Зато аптеки у нас когда-то всё-таки сумели на уровне государства ограничить. То есть, на количество жителей сделали количество лицензий. Ну, может, когда-то придумают и уже на количество жителей количество магазинов открывать. Ну, что на самом деле неправильно. У нас были как раз-таки опять такое большое событие этого года, этого года, этой недели. Это бюджет, который Еврокомиссия утвердила, и господин Каринч наш так активно и ярко засветился, можно сказать, и принимал участие. Большие деньги на 7 лет, что мы можем сделать, в том числе и самоуправлением, может быть, что-то перепадёт. Мы говорим о 10 миллионах, которых… Не миллиардах. 10 миллиардов, да-да-да, извините. Ну, знаете, тут господину Каринчу, по большому счёту, очень повезло, что Европа решила нас поддержать этими деньгами. Последствия ковида, если будет ещё вторая волна, мы увидим и почувствуем все. Сейчас это почувствовал очень сильно малый бизнес, особенно ресторанный бизнес, туристический бизнес, гостиницы. После второй волны всё будет гораздо серьёзнее, и государство, если, конечно, правильно использует полученные деньги, где-то пойдёт навстречу бизнесу, в каких-то сферах снизит налоги, поможет определённым группам лиц финансово справиться с этим кризисом, то у них есть шанс, наверное, ещё когда-то остаться во власти. Но если они эти деньги просто растранжирят, никому ничего не помогут, и жители этой поддержки не увидят, то, я думаю, все следующие выборы уже и господин Каринч, и все партии, которые у власти, уже могут смириться с тем, что люди за них голосовать просто не будут. 67-212-93-9, 67-213-93-9, можете звонить, задавать свои вопросы, если у вас такие есть. Да. Ну, наверное, ещё одна проблема, которую придётся решать, это, конечно, парковки. И опять-таки, здесь мнения расходятся. Одни говорят о том, что особо свободных территорий, которые ещё остались собственные в самоправлении, нет. И поэтому, я так понимаю, была идея в микрорайонах искать вот эти свободные территории за пределами дворов, и там призывать жителей оставлять свои машины, но, видимо, то ли вложения оказались слишком большими, то ли действительно территории мало, то ли руки не дошли, но и это не было реализовано. Видимо, уже будем ждать, что следующая дума нам предложат. Ну, не было у Рижской думы такого либо плана, либо рьяного желания изменить эту ситуацию всё это время. Вот абсолютно не было. Перед выборами один раз тут активизировались, рассказали жителям, что решили эту проблему, но глобально даже концепции, как решать эту проблему, не было выработано. Смотрите, очень много земли частной в микрорайонах, но что мешает она до Рижской думе эту землю откупить? Ну, то есть бюджет позволяет, какая-то недвижимость в городе продаётся, деньги в бюджет поступают, инфраструктурный налог. Допустим, открылся Акрополь, только Акрополь заплатил бюджет Рижской думы 350 тысяч инфраструктурного налога при открытии. То есть, ну, сейчас открылось 10 лидлов, то есть с них также поступают налоги. Какая-то недвижимость продаётся, если мы ездим по городу, то мы видим, там, и по шумодепартамент продаёт такой дом, продаёт такой дом. Суммы там немаленькие. Соответственно, за эти же деньги можно также тогда за поступающие купить землю и оборудовать там многоуровневую парковку. То есть вопрос просто приоритетов и желание всё это решать. Про микрорайоны за последние десятки лет про них просто забыли. То есть что с состоянием домов, что с состоянием дорог, что с подземными коммуникациями, там, как горячая вода, холодная вода, канализация, отопление. Ну, остаётся очень много вопросов. Вот возвращаясь к упомянутому состоянию домов и программе по утеплению домов, и опять-таки к консервативности жителей, что я знаю, что есть люди, которые, ну, вот дом собирается, голосуют, утеплять или не утеплять, и часть людей отказывается от утепления. Даже не часть, чтобы получить кредит, должно проголосовать 100% жильцов. То есть нельзя так, чтобы кто-то против, потому что общая собственность, всем нужно выплачивать потом этот кредит. И здесь сталкиваются жители с серьёзным ступором. Здесь вопрос, может быть, в изменении законодательства. Людям также не всегда хорошо объясняют, что если утеплить дом, то, в принципе, разница потом между уменьшением платы за отопление и самим кредитом, ну, выравнивается до прежнего уровня. То есть вы платили за отопление 120 евро, теперь вы платите за отопление 60 и 60 за кредит. Вы всё равно платите 120, но вы живёте в новом утеплённом доме, когда идёт процесс утепления. Это вообще реновация полная дома, по большому счёту, происходит. То есть и подъезды приведены в порядок, и все трубы холодной, горячей воды, теплоузел, фасад утеплённый, вентиляция. То есть вы платите людей, если они просто не доверяют, они говорят, мы знаем, вы нам там кредит просто повесите, и ничего дешевле не будет. Они же никто не верит. Проблема в том, что многие люди не уверены в завтрашнем дне, не знают, что у них будет с работой, как у них будет с доходами, и когда они только видят, что их хотят загнать в какую-то кредитную кабалу, люди этого боятся. И здесь надо понимать, что на самом деле людям есть за что переживать. Кто ждал, что у нас появится коронавирус, ковид, и так может всё измениться, что люди в огромных количествах будут терять работу. А ведь многие из них взяли кредиты, надо их так это выплачивать. Государство ничего не гарантирует, не обещает. Например, вы лишились работы, и если ваш дом взял кредит, то государство где-то что-то перекроет, чем-то поможет. Нет, абсолютно от государства нет никакой поддержки, и, соответственно, люди боятся финансовых обязательств. Такой мостик закинем уже в следующий получас. Как раз-таки по поводу школ и Министерства образования нет конкретного плана по тому, как начинать, с каким количеством, при какой заболеваемости начинают детей опять переводить на заочное обучение, на дистанцированное, и предлагают это оставить для самоуправлений. Насколько здесь правильно или неправильно делегирование таких решений, или все-таки это должно быть централизованно как-то решаться, на ваш взгляд? Я думаю, для этого как раз-таки есть Министерство образования, которое должно выработать стратегию по всему государству, как должно происходить образование. То есть, когда вопрос касается выбора, на каком языке детям учиться, почему-то решают Министерство и Сейм. То есть, давайте на русском языке дети учатся, они будут учиться на латышском, а когда появляются сложные технические вопросы, как обеспечить детей компьютером, телефоном, всякими средствами, той же видеокамерой, интернетом дома, чтобы они могли учиться заочно, они сразу говорят, давайте этим займется самоуправление. Так давайте самоуправление, это на самом деле уже начнется заниматься и программой по обучению детей, и язык выберет, на каком можно обучаться. То есть, то, что политически громко можно упаковать, упаковывает Сайм, а все технические вопросы сложные надо уже отдать на самоуправление, и получается финансовая нагрузка с налогов жителей самоуправления. Да, это вот мы вообще тут можем говорить отдельно по поводу того, как государство вообще все перекладывает на плече самоуправления. Давайте будем принимать звонки, у нас их много. Доброе утро, слушаем вас, пожалуйста. Здравствуйте, господин Петров. Расскажите, пожалуйста, вот вы раньше были депутатом и членом правления в компании с целью Парвелнекс. Там было уголовное дело, и там ваш коллега Лауа чуть не сел или сел, не знаю, как там эта история закончилась. Потом на центральном рынке вы тоже работали, там тоже уголовные дела с арестами. Потом вы работали в Ригасному Парвелнексе, там тоже вроде бы под следствием Булгарии на ваших коллегах ходят. Это как бы так звезды сошлись, или это какая-то тенденция? Расскажите вот об этом поподробнее. Спасибо. 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 Спасибо нам за вопрос. Вопрос. Начнем, наверное, с целью... Начнем вообще глобально, что, по-моему, в каждом униципальном предприятии за долгие годы, если посмотреть, всегда какие-то проблемы происходили, приезжали соответствующие органы, что-то изымали, что-то делали. Но если посмотрим на целью Парвелде, там вопрос был вообще крайне политический. В тот момент, когда предприятие возглавляло Мартин Шлавова, оборот предприятия вырос с 10 миллионов до 20 миллионов. То есть с этим руководителем предприятие начало очень активно развиваться. И если на 10 миллионов оборотов этого предприятия вырос, значит, на 10 миллионов у других предприятий он упал. Соответственно, был вопрос, связанный с тем, что кто-то из сотрудников выпрашивал взятку какой-то компании, которая занимается, как это сказать, организацией движения на ремонтном участке, но на том человеке все и закончилось. То есть нет, упомянули Мартин Шлавова, там не закончилось это дело ничем. То есть мы просто приехали публично на камеры, рассказали, что есть такое дело и так далее, но нет никакого уголовного дела по этому вопросу. Все закрыто, никаких проблем нет. Если говорить о центральном рынке, на центральном рынке последние обыски, которые были, они были связаны с торговлей сигарет, и работая как раз-таки на центральном рынке, там есть огромное количество проблем, которые нужно решать. И я отправлял капитал Далю Туро, Тайсу, письмо на где-то листов 5А4, как Диенастазий Ньюмс, о том, что происходит неправильно на центральном рынке, что часть земли центрального рынка сдается в аренду приближенным к власти людям, сдается за небольшие средства с целью, как сказать, эту землю пересдать в аренду, и, соответственно, центральный рынок недополучит огромное количество средств. То есть там на самом деле с центральным рынком огромное количество проблем, которые нужно решать. Нужен хозяйственник, который придет и просто уже там наведет порядок. Реально за многие годы развели жуткий бардак. Люди не думают уже, мне кажется, о самом предприятии, как о предприятии, а просто раздают налево-направо все, что там имеется. Скажем так, если говорить о Ригасному Парвалнекс, то, насколько мне известно, опять был какой-то случай, я не помню, сколько времени назад были какие-то задержания сотрудников, там простых задержали и сантехников, и руководителей каких-то отделов, но никому из этих людей не предъявлено никаких обвинений абсолютно. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, буквально минутка две у вас остается для того, чтобы позвонить и задать свой вопрос, если такой у вас есть. Если пока нет, то задам свой вопрос. Мы вот начали с дорог, что сейчас Тербатес, что Чака. Бывает ли вообще, может ли быть ситуация, мы уже говорили с кем-то, что всегда в городе не будет такого, что вот все построят, все отремонтируют и все будет, все хорошо, пользуйтесь городом. Что всегда будет какой-то ремонт, всегда будет обсуждение чего-то, стройка и прочее. И, соответственно, недовольство тоже. Может ли произойти какой-то ремонт какой-либо дороги, чтобы все сразу говорили, как замечательно, как прекрасно, мы на все согласны, только вот сделай. Людям вообще нравится ездить по отремонтированным дорогам. Очень нравится. Процесс не нравится. Процесс, и процесс, когда это идет все регулярно и в небольших объемах, и это не мешает, не блокирует полностью город, то это прекрасно. Но когда весь город уже в таком запущенном состоянии, и потом его нужно приводить в порядок, и чтобы привести это в порядок быстро, придется перекрывать полгорода, тогда, конечно, люди будут недовольны, а по-другому уже и нельзя. Мы не можем в дальнейшем настолько разрушенные дороги еще теперь ремонтировать 10 лет. Но все равно же за два года даже я могу предположить, что вряд ли получится отремонтировать, например, сразу закончить Дегловский мост, Брасовский мост, еще какой-нибудь мост, еще какие-нибудь дороги. Вы знаете, вот как быстро делают у нас мосты. Приезжали там люди с Польши, они смотрят и говорят, вы знаете, у вас такая высокая коррупция, люди спрашивают, почему высокая коррупция. Ну, у вас вот этот мост, я тут езжу уже второй год, а он все еще не построен. Это сразу первый признак коррупции. Значит, там не могут выбрать фирму, с кем-то там не могут говориться. Они говорят, у нас мост длиной нескольких километров, строится за полгода. То есть вот мост, как у вас, ну, в принципе, его можно в порядок привести за два месяца, полностью все отремонтировать. Вопрос вот как раз-таки в выборе компаний, почему эти конкурсы выиграли. Конкурс отменился, потом по-новому эти конкурсы гоняют нам по кругу, покуда, похоже, не придет кто-то нужный к выигрышу. Вот так все это ему солится. Только, ну, технически, ну, мост – это бетон, железо, асфальт, все это вместе. Ну, если есть работники, у нас разве проблема купить бетон, проблема перевязать арматуру, проблема асфальт выложить. Нет, ни в коем случае. Все упирается просто в некачественное, как сказать, управление этими процессами. Что ж, если звонков у нас больше нет, то будем заканчивать. Я напомню, что у нас в гостях был экс-депутат Рижской думы, а также член правления организации пара из ЛИ, это Валерий Петров. Спасибо. Спасибо вам.